Одна страна и ее будущее, один президент и одна победа. Подход может быть только один. Одна страна, один президент, одна победа. Итак, начну с того, что современная Украина целиком и полностью была создана Россией. Для положения в Донбассе. Восемь лет, бесконечно долгих восемь лет, мы делали все возможное, чтобы ситуация была разрешена мирным, политическим известным. Все на месте. Убийство мирных жителей, блокада, издевательство над людьми, включая детей, женщин, стариков, не прекращаются. Необходимо было немедленно прекратить этот кошмар, геноцид в отношении проживающих там миллионов людей, которые надеются только на Россию. Убийство мирных жителей, которые надеются в отношении проживающих там миллионов людей, которые надеются в отношении проживаниях. При этом в наши планы не входит оккупация украинских. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силу. Российская армия не оккупирует украинскую территорию, принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей. Подчеркну, что удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием. Украинский язык Украинский язык стал образом русофобии. Понимаете, да? То есть словосочетания, которые мы слышим в украинской транскрипции или произношении, они для нас и для мира, в принципе, и для них самих являются формулированием ненависти к России. Поэтому если, я очень испугался уже, если будут предметы преподаваться на украинском языке, это катастрофа. Это вот, это абсолютно, абсолютно заложенная мина во всю историю. Почему бы вот действительно вот не устроить такой небольшой локальный запорожский гулаг, аккуратненький такой в степи, вот под палящим солнцем для учителей, которые пока что еще не научились нашу прекрасную родину. Два миллиона человек должны были либо уехать с Украины, либо должны быть... Такое на Байрактаре говорят, что надо убивать, уничтожать, потому что в России это говорят. На телевизор круглые сутки. Это что, военные объекты? Это военные объекты? Это нацисты идут все. 22-й, 41-й. Можно, можно, сейчас покажем, что я не обойду, это просто потом. Понимали ли эти добрые граждане, что их сыновья, братья и мужья участвуют в разбойничьей, бандитской войне? Я вспоминаю свой разговор с учительницей Агнес Берн. Я не очень-то разбиралась в политике, ею интересовался мой муж. Но поляки столько лет нас провоцировали, что Германия должна была когда-нибудь ответить силой. Это ваша мысль или вашего мужа? Да вы у любого спросите. Ну и, наконец, эти англичане. Они втянули Германию в войну. Эти трусливые англичане. Да, так и есть. Англичане всегда нам завидовали. Им не нравилось, что мы укрепляемся. Фюрер много раз пытался заключить с Англией мир, но нет. А Франция? Всегда была нашим врагом. И мы их разбили. Быстрая победа. Да, многие полагали, что фюрер нам послан судьбой, и ему все по силам. Бедная Германия. Она всегда была одна в мире полном врагов. С июня 1941 года до смерти Гейдриха в июне 1942 года я возглавлял оперативную группу D и был уполномоченным шефа полиции безопасности ИСД в 11-й армии. Где действовала группа D? Группа D действовала в Южной Украине. Вам известно, сколько человек было ликвидировано группой D под вашим командованием? С июня 1941 года до июнь 1942 года оперативной группой ликвидировано приблизительно 90 тысяч человек. Олендорф был типичным идейным нацистом. Отец пятерых детей. Хорошо образован, как вы могли заметить. А когда ему задали вопрос, зачем отряды под его прямым командованием убили около 90 тысяч евреев и людей других национальностей, он объяснил, что это была самооборона. Самооборона спросили его. Германия напала на соседние государства. Какая же это самооборона? Он ответил. Мы же знали, что Советский Союз планировал нападение на Германию. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции я сейчас покажу, карту привез. Ну, короче, 4 позиции так никто и не показал. Но даже вы озвучиваете эти мысли, что это какая-то защита, оборона против чего-то. Что Россия вынуждена была, что Россию со всех сторон преследует несчастная Россия. И вот этот разговор с этой женщиной, журналиста, это любой разговор, ну, 90% всех моих разговоров с российскими матерями, которыми я звоню по телефону. Понимаете? Бедная Россия, ее все со всех сторон атаковали. Так было нужно, мы защищались. От кого? Плохие американцы? Ну, на американцев вы не напали. Плохое НАТО? Ну, Финляндия и Швеция приблизилась к... Уже не просто к вашим границам она стоит вплотную, а 100 километров до Санкт-Петербурга. Если взять расстояние до Москвы от Украины, от крайней точки, и от Финляндии, например, то получится, что там, что там, полтысячи километров. В чем дело? Почему никто не нападает? Что такое? Так может быть, нападение на Украину, это все-таки была цель захвата Украины? И не надо тут начинать рассказывать оправдания всякие. Потому что надо правильно сказать, да, вот мы нацисты, мы напали на Украину, чтобы ее захватить. Так это было бы хотя бы честно. Вы бы тогда хотя бы понимали, за что вы воюете. Ну, так? Кто-то хочет что-то сказать? Вот какую-то реплику на это все, что вы видели? Украина большой каравай. Просто понял. Путин решил просто первым керпануть кусом. Напали. Напали. Защищались или напали? Напали. Напали. И Донбасс не понял, что это было в натуре. Вообще, что это было. Да. Что это произошло. То есть все соглашаются вот с этим, что Россия напала на Украину? Это вторжение. Просто тусом. Вторжение, да? Это не защита интересов России. Это вторжение. Это вторжение было. Кто с русских что-то хочет сказать? С россиян. С россиян, да. Кто-то нельзя? Вот есть же у россиян, есть там татары, ингуши. С России кто-то хочет сказать что-то? Нет. Что ж, нельзя же так обобщать? Мы же получается, мы негативно... Это в России так могут говорить? Мы все русские. Ну, на самом деле, это нет. Вот вы, молодой человек, вы откуда? Я с России. С России. Вы с какой республики? Краснодарский край. Краснодарский край. Вы по национальности кто? Мама русская, папа казах. Наполовину русский. Наполовину казах. Ну, вы... Ну, а есть просто казахи, да? Есть. Они же не говорят, что они русские. Они же говорят, что они казахи. Ну, я просто общался с такими людьми, поэтому нельзя так. Я духом русский. Здесь русский. Какие стихи знаете по-русскому? Кто ваш любимый писатель российский? Не понял. Кто ваш любимый российский писатель? Лермонтов. Знаете его стихи? Стихи наизусть не знаю, но я музыкант и песни. Прекрасно. Ну, хорошо, не будем. Сейчас на политике нет. Вот защита и так далее. У нас очень активный такой разговор был в интервью. Что-то поэтому хотите сказать? Нет. Тут много мнений. Да, мнения вот ваши, да? Вот вас очень много смотрели, да? Как бы я сейчас вижу вторую сторону. И, ну, осмыслите, обдумайте. После этого только могу сказать. Это вы вагнеревец, да, вроде как? Нет. А, не вагнеревец? Нет, нет. Я думал, это вагнеревец. Вагнеревца нету здесь, правда? Нет. Обдумайте, сказать, да, могу. Но нужно время. Но у вас какие-то сомнения закрались? Сомнения? Ну, как бы я телевизор тоже не смотрю. Так же, как вы, как говорите, да, в России. Я убегаю лучше на улице посидеть. Нет, я по-другому спрошу. Вот у вас была какая-то информация, какой-то срез информации. Вот мы вам сейчас даем другую информацию, плюс какие-то наши комментарии. Вот на фоне этого всего, у вас происходят какие-то мыслительные процессы? Вы обдумываете тут? Как-то пересматриваете? Сначала, да, с некоторыми соглашусь, ну, про Донбасс, Луганск, который... А мы еще до него не дошли. Ну, я сначала покажу вопрос. Вот тебя, вот ты что думаешь, да, мы много разговаривали с тобой, вот то, что ты видел. Вот ты с ПАЧем ЗАП шел, там, Навальный и так далее, вот эти все дела. Вот сейчас мы показали. Да. Ты поддерживал ВДВ? Либералы. Я поддерживал парней, которые сейчас здесь находятся. Своих друзей, которые участвуют в специальной военной операции, да? Я это не скрываю. Есть такое, да. Есть очень... Я тоже общался с такими вот, типа, вот настоящие офицеры. И да, они честные перед собой, они понимают, что эта война не нужна, но они говорят, что я шел вот за своих там братьев. Так? Да, я так шел. Примерно так, да? Корень проблемы, знаете, в чем? Ну, чтобы не гибли ни вы, ни братья, и чтобы за них не надо было идти, чтобы за вас не надо было идти, знаете? Ну, с верхушкой определиться, что там не было идти. Вообще не надо сюда идти. Ну, да. И не будет проблем ни у вас, ни у братьев. Просто, когда я попадал в плен, да, и отношение ко мне было такое, тут ни у кого такого не было. То есть со мной относились реально по-домашнему. Душевно. Душевно. Ну, я бы такого хотел, если бы у нас такое было, я бы так же относился. Слушай, ну, отношение, давай честно, отношение зависит от настроения. Ну, от ситуации. Нет, нет. Нет, потому что я был не в одном месте. Я не в одном месте. Я понял. Просто если бы у кого-то, ну, просто иногда бывает такое, что кто-то кого-то берет в плен, а у него только что ракета российская прилетела и убила жену ребенка. Как думаешь, он хорошо к тебе будет относиться? Ну, офицер, кажется. Нет. Сержант. Командир отделения. Вот вы что делаете? Ну, а так все-таки командир отделения. Я выполнял, как военнослужащий своей армии, вот, я служил по контракту, не первый год. Вот, я выполнял приказ, который был мне поставленный, вот, но, конечно, многие, как бы мы, и то, что сказать, не было у нас такого желания грандиозного оказаться здесь, на территории Украины. Вот так. Ну, если честно, я вообще за 500 интервью очень, вообще встретил двух или трех, наверное, человек, которые мне рассказывали про свое именно желание попасть на территорию Украины и обосновывали это, вот, подобными вещами. То есть, ну, которые прямо мне говорили, что, вот, Украина бы к нам вторглась, нам надо, вот, необходимо, и так далее, и так далее. Многие об этом не говорят, но ведь люди же в это верят, как бы. А эти в чем дело? Вы, кажется, да, вот вы верили, мы с вами разговаривали, да? Вот, да, вы мне четко на интервью сказали, что, вот, у вас все переворачивалось, когда вы смотрели телевизор, да, страдания народа Донбасса и потом возвращались. Было такое, правда? Было, правда? Вот вы сейчас видите, как бы, другую сторону, ваше мнение. Вот все-таки, да, вы хотели выйти с Украины, да, но вот эти вас эмоции переполняли, когда вы смотрели телек. Это вы мне говорили, правда? Да. Вот ваше мнение сейчас, вот, когда вы это все смотрите? Ну, мое мнение по поводу этого, на самом деле, оказывается, что я предпочел бы, чтобы этого вообще ничего не было, чтобы никто никуда не вторгался, но мы имеем, то, что имеем, вот, на данной ситуации... Ну, а вы пришли к осознанию того, что все-таки Россия вторглась в Украину и что оснований для этого-то особых и не было? Получается, что да, так, ну, так оно и есть, но, опять же, наша власть решила одно, получается, и с ассанами не посоветовался никто. Они начали пропаганду, и очень многие люди стали в это верить. Нет, потому что политика, разменная монета, что все было видно, спасибо вам, ну, вот, вот, молодой человек, например, мы с вами вроде бы вчера общались, да, вы же, например, ну, как бы уверены, что все правильно, что так и должно было происходить? Я вам говорю. Я объясню, что я имею в виду. А, это не вы. Михайлов, Руслан Владимирович, есть? Да, я и не хочу общаться. Я еще вчера, мне кажется, писал. Я, блин, неправильно тогда подписал фамилию, получается. Подождите, это кто? Да, это вы. Вы не хотите общаться или, что значит, дали понять? Вы согласились на интервью, вы сели со мной, начали разговаривать. Вы не против пообщаться, да, со мной, под записи для публикации? Да. Не против? Нет. Как зовут вас, представьтесь? Михаил Фруссал Владимирович. А сегодня? А сегодня? Хватит? Что значит хватит? Не, ну вы же реально, вы же уверены в том, что правильно все, российские действия, все обоснованно. Я, офицер, я выполнял приказ своего командования. Приказ это одно. Когда человек говорит, я выполнял приказ, это один разговор. Мне безразлично, что там на политическом уровне или в другом творится. Но вы поддерживаете действия российской страны, правильно? Я выполнял приказ своего командования. Это ваше мнение личное, чисто как человека. Вы поддерживаете? Я не понимаю личное, что я вам могу сказать, все. Но вчера дело в том, что вы рассказывали про наемников НАТО. Вы поняли, что я вам говорил про наемников? По крайней мере, меня брали в плен наемники-французы. Почему вы решили, что они наемники? Потому что они сами мне это сказали. На английском языке. Как именно? Что они сказали? На английском языке? Ну давайте, на английском языке. Они мне оказывали медицинскую помощь. Да, ну дальше. Что они вам сказали? Как они вам объяснили на английском языке, что они наемники? Да это и так понятно. Можно как бы было... Нет, это так непонятно. Нет, это так непонятно. Конкретно. Как вы их поняли? Вы знаете английский? Ну, немного, да. Ну и что они вам сказали? Они меня, когда оказывали медицинскую... Как звучит слово наемник на английском языке? Не знаю. Так откуда вы поняли, что они наемники? Ну они же точно на английском языке не будут общаться в ВСУ. Конечно нет. Двое на английском, а 8. Я спрашиваю, почему вы поняли, что они наемники? Того факта, что у нас воюют добровольцы с других стран, никто не отрицает. Почему вы решили, что они наемники? Я считаю, что это не добровольные участия, это по-любому наемники. Почему вы так считаете? Ну кто еще, я не знаю. Добровольцев с других стран как бы. Что? Россия не набирает, допустим. Россия набирает зэков, наркоманов, вечевых, набирает из других стран. У вас там темнокожие недавно луншагали, набирает из Африки. Не знаю, не видел ни разу. ЧВК Вагнер что такое? Частная военная компания, наверное. У вас запрещено наемничество в России? Да. Почему у вас открыто работает частная военная компания, если у вас запрещено наемничество? Я не в курсе, работает она или нет. Видите, а теперь я вам объясняю, кто такие французы. Англичане и другие люди. Это люди, которые пришли сюда добровольно, официально вступили в ряды вооруженных сил Украины и официально воюют. Дальше. Не знаю, я их документы не смотрел. Конечно нет, но вы знаете, что они наемники, потому что они вам сказали на английском, хотя слово наемник на английском вы не знаете. Я считаю, что меня наемники взяли. Так нет наемников в Украине. Ну конечно, они же бесплатно приходят сюда. Легионы есть? Иностранный легион. Это я... Мы много говорим... Это не наемники. Это легально. Иностранный легион в рамках ВСУ. Они официально воюют. Это не наемники. Как? Это так сделали, типа легально. Да как? Не, я прошу... Я, конечно, прошу прощения, да? Да. Но я вам скажу просто, а как сделать? Вот приезжает человек, вот он хочет воевать за Украину. Его официально берут в вооруженные силы Украины. Нет, давайте по-другому... Официально служащий в украинских вооруженных силах человек. Давайте по-другому поставим вопрос. Что значит наемник НАТО? Что это значит? Вот термин наемник НАТО. Иностранный военнослужащий, который приехал за деньгами. Они не военнослужащие, большинство из них. Как вы думаете? Стоп, стоп. То есть они... У него боевого. Как? Откуда у него боевого? У большин... У многих... Воевал где угодно. Воевал где угодно. Нет. 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 ЧВК Вагнер, это часть... Давайте по-другому. ЧВК Вагнер, это часть российской армии? Нет. Это наемники, правильно? Да. Иностранный легион, это часть украинской армии. Официально. Не ждите. Ну, ребята, ну шо ж вы... Ну шо ж вы как служащие из другой страны? Стоп. ЧВК Вагнер, дневные служащие, официальные служащие. Есть женевскими конвенциями определенные... Нет, я объясню, вы потом поинтересуетесь, просто вы понимаете. Женевскими конвенциями четко определен статус. Комбатант, не комбатант. Знаете, кто такой комбатант? Ну, это люди, которые пошли против власти. Нет. Это коллаборант. А комбатант, это конкретно военнослужащий какой-либо армии, которая принимает участие в военных действиях. Есть комбатант, не комбатант. Так вот, комбатант или военнослужащий, это человек, который официально служит в тех или иных формированиях. Официально. Приезжает к нам француз, медик, который вам предоставлял помощь, которого вы и назвали наемником. Предоставляет человеку помощь. Он официально зачислен в вооруженные силы Украины. Он комбатант по женевским конвенциям. Да я договорю. Есть чувака Вагнера, куда по договору в охранную фирму гребут всех подряд, в том числе зеков, наркоманов, вичевых, насильников, спидозных, всех. У них нет никакого статуса. То есть, когда этот человек берется в плен, даже непонятно, кто это вообще. Потому что он не является военным, в принципе. Так же человек, если приезд, наемник, как даже с Вагнера, может пойти с российской армией, он так же может идти, как я сегодня слушаю. Он не имеет к армии никакого отношения. Никакого. Не может быть не иметь никакой кармии. Как это не может быть? Давайте раздадемся. Нет, я не говорю о формальности, естественно. Так формальности же и определяют. Послушайте, если кто-то когда-то служил в полиции, он что, всю жизнь полицейский? Нет. Точно так же и здесь. Либо ты официально служишь, либо ты официально служишь, либо ты не служишь. Второй вопрос. Добровольно люди. Да, добровольцы. Хорошо. Официально принятые в украинскую армию, это добровольцы. Ну, правильно, но что вас так удивляет, я не понимаю. Добровольцы запомнили. Он даже не сестрая сказал, что он наемник или чего. Он на каком языке с вами разговаривал? Он англоязычный. Как будет на английском языке наемник? Англоязычный, это не значит, что он полностью разговаривал. Ну, как будет на английском языке наемник? Он откуда, в общем? Кто он-то, британец, француз, испанец? Он, получается, из Америки. Слушайте, оно удивительно как-то. Говорит так, как вам удобно. Он оттуда, откуда вам удобно. И он вам точно сказал, что наемник, но больше вы ничего сообщить не делаете. Ну, вот просто точно такой же разговор у нас был вчера. Я его брал в плен. Ну. Я с ним, получается, беседу. Когда мы брали развитых людей. Поймите, слово наемник, оно четко определяется вот именно формальными вещами. Наемника от ненаемника отличает конкретно, он официально служит? Или же он именно наемник, который пришел повоевать за бабки? Ни одного британца, у которых средняя зарплата 4 тысячи евро, не может заинтересовать, блин, нищенская зарплата по сравнению с их в ЗСУ. Хотя у ЗСУ неплохие деньги. Но их это не заинтересует. Ни один человек из Европы не придет за эти деньги сюда воевать. Поймите это. Это нелогично. За чего они сюда приезжают? Какой человек захочет просто так отдать свою жизнь? Нет, есть люди, которые романтики войны. И я с такими тоже здесь общался. Да, он не должен был сдаваться в плен. Ну вот, я вам сейчас могу сказать фамилию. А вот должен он или не должен был он сдаваться в плен, это уже третий вопрос. Но вот вы можете пообщаться с Наумовым Кириллом, который четко мне вчера рассказывал, что он поехал из Камчатки. Я не помню, куда-то ближе к Донецку, потому что ему хотелось повоевать. Да что, куда здесь далеко идти? Уволился. Вот что ты мне на интервью говорил? Зачем ты сюда приехал? Я за своих. Да каких за своих? Ты мне все интервью говорил, что ты поучиться приехал сюда. Ну было, ну на интервью ты мне говори, поучиться. Ну, типа. Это не правда было? Правда было. Ну вот, поучиться человек приехал. Есть идейные. Есть идейные, которые ненавидят Россию, имеют на это все основания, едут сюда воевать с ней. Что, я просто не понимаю. Вот эта штука, она удивительная. У меня не было приказа, они же с ним. Нет, есть разные люди, и их разные точно так. Вот романтик, романтик науки, вот, он четко говорил. Можете между собой, романтик войны, он четко сказал. У него есть идея сделать автомобиль круче маска. Он приехал сюда на войну поучиться. Вот, перед тобой сидит человек. Как? Мобиль не должен сделать автомобиль круче. А я не знаю, а я не знаю. Это наши беседы, вы же беседовали вчера. Это наши беседы, захотели, можете тоже побеседовать, расскажете о своих идеях и целях. Ну было такое, да? Да, вот человек. Я говорю о том, что, я вам говорю, что есть и романтики, есть и идейные, есть разные. Есть идейные с вашей стороны, которые, я иду убивать украинцев, потому что они украинцы, все это ниша там. Есть такие. Я их не встречал. Я встречал. Даже приказы не слышал, что надо уничтожить такую информацию. Я не знаю, услышали вы приказы или не слышали? У вас информации взято, что мы сюда пришли для уничтожения украинского народа. Это вообще просто... Подождите, а где я вам такую информацию показывал, что вы сюда пришли? Это выключаете постоянно. Что именно? Видео, то, что связанное с нацизмом от России. Так это у вас по телевизору, это кадры с вашего телевизора. Я могу сказать, у вас тоже кадров много. Да, только мы к вам не пришли вас убивать. Варахтер вас тоже добавил. Мы к вам пришли вас убивать, вопрос? Мы к вам пришли вас убивать? Вот когда я приду убивать вашу жену и ребенка, тогда вы посадите меня на это место и будете мне рассказывать про наш телевизор. В Сирии ваши военнослужаи. В чем здесь Сирия? В чем здесь Сирия? Ваши военнослужаи? В при чем здесь Сирия? Ваши военнослужаи? Правильно? Войны были в других странах. А у вас в Украине есть на юмар? Я не знаю, о чём вы сейчас говорите. Вы не даёте мне фактов. Вы мне говорите просто, что куда-то кто-то приходил. Просто я вам рассказываю, что вы сейчас говорите, что мы сюда прибыли убивать украинских народов. Вы указываете... Потому что вы его не убиваете. Вы славитесь нас нацистами. И это предоставляете. Но я говорю, пока, даже когда я выходил на выполнение задачи, ни разу я не слышал, что нужно уничтожать Украину. Кто мне говорит, что это все делали. Так никто не говорит, что это все делали. Я вам поверю, даю просто кадры с вашего телепа, ещё раз. Вы не стали встречать здесь людей, которые специально пришли убивать их конец. Да, были такие. Ну и что дальше? Я не встречал. Я вас не обязываю к тому, что вы должны были это встречать. Я вас не обязываю не верить. Вы должны в это верить. Не обязательно в это верить, естественно. Естественно. Ну есть очевидные вещи, которые по российскому телевидению говорят, что вот мы должны обстреливать Украину кроватыми ракетами. Это нормально? Вот они все там кричат сейчас на всех тук-шоу, что должны бить Украину кроватыми ракетами. Да. Нет, они говорят, что мы должны... Кроватые ракеты, да? Нет, по инфраструктуре. По инфраструктуре. Они говорят, что должно быть... Ну, умирают мирные жители. Как? Да, дома разрушены. Вот неделю или две. Вы уж город Киев. Так как они не попадают по инфраструктуре. Они не попадают просто. Вы что, не понимаете этого или что? Они не попадают просто. И все. Потому что я приехал в Харьков и снимал его с квадрокоптера. То, что осталось после ваших обстрелов. Полгорода уничтожено. Своими глазами. Я просто не понимаю. Вы здесь. Сирия. Австро-Венрия какая-то. Еще что. Российская армия вторглась в Украину. Понимаете? Понимаю. И мы как бы разговариваем о том, что это не надо. Это не хорошо. Это неправильно. Вы говорите, Сирия. Причем здесь Сирия? Во Львове, извините, во Львове хотели попасть по этим трансформаторам, попали в шиномонтаж. Я, конечно, еще хочу просто добавить в Сирию. Сирии попали в Белгород по местному жителю, по дому, который обрушился и погибла молодая семья. Конечно. А когда это произошло? Когда это произошло? Когда? Июль месяц. Да. А вторжение России 24 февраля? До 24 февраля в Белгород хоть раз что-то прилетело? А вы уверены, что это с Украиной? Да. А вы уверены, что это Российская? Не. Ну так, то есть вы обосновываете ваше вторжение тем, что когда-то что-то прилетело в Белгородскую область. Так я понимаю? Ни разу никто не показал, куда что прилетело, почему это с Украины прилетело. Это вас не интересует, да? Все, давай, айда, умирать или там гибнуть или убивать, потому что нам так сказать. Но получается, что так. Сирия, она не российская и не украинская. Понимаете, Сирия? Да. Да. Если там были какие-то российские или украинские солдаты, я, правда, не знаю, но смысл в том, что они там друг другу, очевидно, убивали. И это не обосновывает вторжение России в Украину. Верно? Когда с собой на территорию России прилетали ракеты в Украину? Попадали по Белгороду, по Ростову? Я думаю, нет. Нет, ну, нет, нет. Давайте информация, хорошо, давайте информация, поехали. Хрен с тем нацизмом, всем и так уже все понятно. В чем дело? Паспорт верните, пожалуйста. Нет, я не уберу телефон. Телефон я не уберу. У нас нет военного положения, не ведено ничего. Вы забираете? Нет, по военному положению. Нет, по военному положению у нас нет мобилизации. Нет. У нас нет военного положения. Значит нет. Не надо мне открывать телефон. Не надо. Мне ваш глава до одного места. Понятно? Вызови мусоров. Вызываю сейчас мусоров. Что это такое? Принудительная мобилизатор идет. Я не поняла. В чем дело? Ты почему здесь? Ты здесь почему? Ты здесь почему? Почему ты его против? Идите воюйте куда хотите. Никуда вы его не заберете. Ты смотри на них умный. 28 июня Макеевка. Центрально-городской район. Забрали документы у мужа и требуют, чтобы его сейчас увезли. Документы не отдают. Идет всеобщая мобилизация, хотя военное положение не введено. Вот и разбираемся. Верните документы молодому человеку. Он не поедет с вами в военкомат. Он в военкомат не поедет с вами никуда. Никакого военкомата. Верните. Документы верни, я сказала. Документы верни. Вы смотрите, у них работа такая. Отдай документы. И что? И что? И что? И что? Смотрите, 28 центрально-городской район. Макеевка. Забрали документы у парня. И хотят его забрать в военкомат, но нет. Вызываем полицию сейчас. Никакого военкомата никуда он не поедет. Нет. В военкомат он никуда не поедет. Воевать он не поедет. Понятно? Все. До свидания. Верни документы, я сказала. Документы. Он не пройдет никуда. Паспорта дай. Паспорта дай. Паспорта дай. Он гражданин Украины. Понятно? И что? И что? Военное положение объявлено в Украине. Там. Неподконтрольной. Вашей республики. Кого хотят, того и берут. Вы понимаете? У них, видите ли, работа такая. Забирать военкомат. Воевать никто не хочет. Вы уже все задолбали своей войной. Позабирали всех мужиков. Всех ребят. Уже половина похоронили мы. Зятя, брата. Всех на свете уже. Один остался. Ребенок инвалид у нас. Ничего? Отдайте документы, парни. Расписывайся в повестке. Пойдем по повестке. Но не так их забирают. Вот, давай. Давайте. А что вы меня в машине сужаете? Потому что вас надо доставить, проверить вашу. Нет. Ничего не надо. Мы прописаны здесь по прописке. Понятно? Что? Стар. Давайте распишу. Давайте распишу. Мы пойдем по повестке. будем обходить. Тем более, что у него там написано, что он не военно обязанный в такое время. Вы прочитайте получше. Паспорт. Вот видите, как вы вырвали. Отдай паспорт. Квитанцию сюда верни. Уважай. Вот, так, так, вот, ребята. Видите что . Вот, ребят, что вытворяется. Вот, вы видите что вытворено. Я не трогаю. Я не трогаю. Я не трогаю. Я не трогаю. Вот, ребят, смотрим. Квитанцию я верну Верну В магазин не заходите Ты смотри какие умные В магазин никто не заходит Это частная собственность Я верну сейчас Сейчас вернет квитанцию Пойдем по повестке Ничего страшного Пойдем комиссию обходить Как положено Я уже этого его и вызываю Я без проблем обойду Он все обойдет Что с проблемой такая Задержали человека Он не хочет ехать с нами Проезжать для подтверждения Его документов Выписали повестку Она тут прямой канал Конечно На прямом канале Вырывает паспорт Конечно с Украины Да Мы граждане Украины У нас паспорта украинские 2 часа Чтобы явиться в военкомат На 22 линию Мы знаем где она находится На 22 линию Ребят Нас пригласили в военкомат Сейчас больше поговорим Про эту татуировочку Про женщина или нет? Ну я не знаю Я вообще не вижу Кто Серый Как с тобой? Вот как ты? Только у меня лоски забрали Силой 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 забирают Подождите У вас сейчас тоже Сейчас В данный момент Мы уже не раз По телевизору наблюдали И бегут сейчас Рака И в новостях Все это говорится У вас только На одном южном направлении Которые убегают парни Не хотят воевать Не служить Ничего Убегают А нам бежать некуда Извините Я со своей земли Руба сказать Я не убегаю Это первый Александр Меня зовут Александр Я слуха Где наши парни убегают Вот по телевизору Пока ребята Мы новости смотрим Ежедневно Друг мой И показывают Что люди убегают Друг мой Дезертирство Есть в любой армии Смелые Героические люди И негероические люди И трусливые люди Тоже есть в любой армии Не надо мыслить Какими-то шаблонами Что кто-то один А кто-то другой Люди они по сути Мало друг от друга Чем-то отличаются Но и нам некуда убегать И вам некуда убегать Потому что мы все На территории Украины Мы все у себя дома А вот расисты сюда пришли И сделали здесь все то Из-за чего мы все с вами гибнем Вот в чем проблема Да, это понятно А женщина эта до сих пор говорит Что она украинка Между прочим После всего промывания Мы тоже украинцы Я не против Вы украинец Мы тоже украинцы Но мы были до того момента Когда Извините Я скажу честно и правда Мы были до того момента Украинцами До 2014 года Когда вы Украинцы Кажется Наш народ Как вы все это говорите Донбасс Это наш народ Именно наш народ В 2014 году До вторжения России Как вы говорите Начал бомбить нас Самолетами И подвозить технику Давайте сейчас Это было У меня это все Мы просто будем Это было Нет Этого не было Как не было Ну так По центру города Сейчас я вам покажу Что вы думаете Подождите Одну секундочку Я хочу просто закончить Про эту женщину Значит смотрите Она до сих пор считается украинкой Она находится там Два миллиона Более двух миллионов человек Выехало Из этих регионов После 2014 года При этом Только 600 тысяч В России Остальные в Украину Или в Страны ближнего зарубежья Такие как Польша Например Почему-то кто-то думает Что мнение Жителей Донбасса Это мнение тех Которые там остались Но дело в том Что пророссийскими Там было Ну пусть процентов 30 Может быть от силы Было еще процентов 30 С которым все равно Правда? Ну вот я сейчас общаюсь Всем все равно А были те Которые были проукраинскими Почему их мнение Не интересует вас? Вот в чем вопрос И дальше переходим Вот к этому Следующий вопрос Это Одесса Второе мая Сожгли невинных людей Людей же правильно В Доме профсоюзов Так же как бомбили Украинцы Ну так Сожгли же невинных людей Правильно? Это один из главных аргументов Вы же об этом говорите Постоянно Взяли Согнали Невинных людей Просто так и сожгли Вот эти посмотрим Это неонацистские мобилизации А Прошу прощения Ну может быть Чуть-чуть плоховато видно Но вы можете Различить у него Свастику Орла И так далее Я не знаю Это зоновские масти Там Что это вообще Я просто говорю о том Что объявлялась Какая-то деноцификация И вот нацист С нацистскими наколками Ходит И мобилизует Людей в ДНР И ЛНР Все Отрицал Отрицалово Это или не отрицалово В России Если бы показали бы Такого украинского военного С такими наколками Никто бы не говорил Отрицалово Это или не отрицалово Это зыб Да Фашистам никакими краями Нет Нет Не про это говорится Смотрите Вы говорите Что это отрицало Возоновское Правильно? Да Да Вот Когда Если бы это был Украинец Да Это был бы украинец Вот берут Российские СМИ Они бы не сказали Что это отрицало Возоновское Они бы сказали Вот фашист Так бы было Да Про свободу слова В РФ Пару Пару буквально Нарезочек Да Если вы хотите Сказать Что у нас Такое происходит То нет У нас Такого не происходит Даже близко И не происходило Не происходит Даже в военное время Кто-то парень Идет на рожон Пустой бумажкой Повторяю Прекратить Ваши Прекратить Прекратить Ваши Прекратить Повторяю Повторяю Все Забрали У нас Люди ходят И Вообще Да Непрыхом Непрыхом Вышли с чистым Листочком Что им нравится Или не нравится Действие Там уже много лет Не хватит Двадцать где-то Это удивительный Просто протокол Который выписали Ну тут хреновое Конечно Качество Выписали Протокол За Плакат Нет фашизма На человека В России Но Дорисовали Я не знаю Дорисовали Или не дорисовали Но просто Нет фашизма Нет фашизма Я думаю Что Нет Там не было Никим смысла Вот это вообще Класс Видели Это стрим Сейчас идет Да нет Володь Ну стрим Да это стрим Еще раз Говорю тебе Этот человек Стоит с камерой Этот человек Стоит с камерой Этот человек Делает прямой эфир Когда прямой эфир Качество Зависит от соединения интернета Это аматорское видео Но смысл в том Что она к нему подошла С плакатиком Два слова Говорит Как думаете Меня задержат За два слова Он говорит Вас уже задерживают Ее раз убрали Но самое интересное Дальше Потому что он продолжает Стримить Потому что он продолжает Стримить И сейчас подходит Женщина Которая такая Типа с претензией А вы только Оппозиционеров Показываете Он говорит Да нет Мы все мнения Показываем Ну вот говорит Я тоже хочу высказаться Просто х**лый звук Но вы это сейчас услышите И она начинает Высказываться А что дальше Вы это видели Нет Вы снимаете только Оппозиционеров Да Всех снимаем Всех снимаем Ну а тех, кто, например, не выходит на митинги, и кто считает, что военная операция, которую развернула наша страна, как-то не снижать. Да. С тем не менее показать. Ну вот я тоже хочу рассказать, что это свое мнение. Скажите. Меня устраивает... Это шок-контент. Человек пришел сказать, что ее устраивает. Ну а то, опять-таки, плакат не от фашизма, задерживают за плакат не от фашизма. А, собственно говоря, отсутствие, полное отсутствие свободы слова, оно присуще именно тоталитарным режимам. Я не стал там дальше в этом ролике про расизм, если Львович захочет, он дальше покажет. Да нет, до большинства, ну как бы, россиян соглашаются, что свободы слова нет. Ну у меня еще не было ни одного человека, который бы сказал, что в России свобода слова. У меня были. У меня не было. У меня не было. Нет, у нас есть свобода слова, можно выходить, что хочешь говорить. Нет, нет, такого не говорили. Большинство даже соглашается, что диктатура. Ну, я не знаю. Это такое дело. Это просто для демонстрации. Ты целый день у телевизора сидит. Как? Ты целый день у телевизора сидит, думаешь, что вы диктуете. Да нет, это не про телевизор. 2 мая в Одессе. Здесь аматорский комментарий, но я думаю, вам все будет понятно. Это я записал, собрал вся документалистика, которая была и постарался вложить это все в 5 минут, все, что там происходило. Как украинские активисты, так и пророссийские активисты ходили митингами и различными шествиями в Одессе на протяжении февраля, марта и апреля 2014 года. То есть все началось совсем не 2 мая. Но также важно отметить, что эти активисты вообще-то общались между собой и пытались найти какой-то компромисс и взаимопонимание. Поэтому митинги носили абсолютно спокойный характер. Те ходили по одним улицам, те ходили по другим улицам. Столкновений не было, все проходило спокойно. На 2 мая был назначен футбольный матч. Черноморец-металист. Металист Харьков. Соответственно, харьковские и одесские болельщики собрались на митинг. И как обычно, как ежедневно это и происходило, практически ежедневно, был назначен митинг или шествие проукраинских активистов. Вроде бы все как обычно, но нет. В этот день, именно в этот день, почему-то пророссийские активисты решили пересечься с украинскими. Этих людей почему-то очень сильно возмутил приезд украинских фанов в украинскую Одессу. В полдень 12.00 они объявили общий сбор на Александровском проспекте. И кого-то это может сильно удивить, но почему-то российские СМИ и пророссийские блогеры совершенно не уделяют этому эпизоду никакого внимания. А ведь раздача бит и ребята спортивной внешности, которые разминаются, не могли, в общем-то, остаться за кадром. Но вот в российских СМИ и блогеров они почему-то выпали. Среди украинских болельщиков, как вы понимаете, есть разные, как и среди активистов. Есть фаны, есть ультрас, есть обыкновенные люди, которые просто приехали на матч. Но поскольку на российских СМИ вам более чем достаточно показывали украинских активистов, я в очередной раз вам демонстрирую колонну из российских активистов. Вооруженных, слава России и все такое прочее. Это тоже в основном из стримов, поэтому качество поженяет. Ну и кого-то, наверное, будут бить сегодня. За леночку разбили, получается. Уже после обеда на пересечении улиц Греческой и Дерибасовской две колонны сходятся, то есть две колонны украинских активистов и пророссийских активистов сходятся и начинаются столкновения. До сих пор остается под вопросом, почему лидер куликовцев, так называемых, то есть тех самых пророссийских активистов, Сергей Долженков, повел свою колонну на перерез украинским активистам. Ну что, украинских активистов было намного больше, это было понятно. Понятно, что российские активисты, пророссийские, были вооружены, были в касках, именно так их и можно отличить, в касках с красными ленточками, в основном они все в форме военной. Но украинских активистов ведь намного больше. Не должны были они идти на пересечения с ними, это было для них крайне опасно. И тем не менее, они на него пошли, ну и то, что они начали там выхватывать, это, в общем-то, неудивительно. Тем не менее, тем не менее, в результате столкновений на перекрестке Дерибасовской и Греческой смертельные ранения получили именно украинские активисты. Игорь Иванов из Белгород-Днестровского, 27 лет, и одессит Андрей Бирюков, 35 лет. Кто-то начал стрелять. Я не знаю, полным-полно вопросов без ответов. Но вам рассказывают конкретно и четко, сожгли невинных людей, нацисты загнали в Дом профсоюзов невинных людей и сожгли. Печать. Все немножко не так, понимаете? Закончено по этому делу. Да и не будет никогда закончено, я вам сейчас объясню почему. Я говорю о том, что первые смерти это проукраинские активисты, понятно? Это просто, можете проверить. Это были огнестрельные ранения. Несовместимая жизнь. Ну и, наверное, как вы уже сами догадались, просто по логике настроение у украинских активистов после смертей этих резко изменилось, скажем так. Им удалось оттеснить пророссийских активистов. И, что интересно, в этой ситуации полиция, милиция еще тогда была, постаралась построить кордон между активистами и защищали милиционеры, именно российских активистов. Фактически, вы можете видеть, что в одной колонии оборонительной стоят и милиционеры, и те самые пророссийские активисты. Но при этом, при всем, мы слышим что-то похожее, какие-то хлопки, похожие на выстрелы огнестрельного оружия. Откуда же издаются эти выстрелы? Ой, смотрите, так среди пророссийских активистов есть вооруженные люди. В общем-то, мы об этом уже говорили, но сейчас мы видим этому явное подтверждение. Знаете, что-то мне подсказывает, что на российском телевидении или у российских блогеров этот эпизод тоже забыли показать. Именно поэтому жители Донбасса знают, что в Доме профсоюзов сожгли невинных людей, но совершенно ничего не знают. Вообще-то, если люди подозрительные еще с оружием сверху на крышах тоже здесь стреляют? Ну, нельзя же не утверждать. Да, все равно. Конечно, ничего. Не-не-не-не-не-не-не, никто ничего не утверждает. Не-не-не-не-не. Все фейк, никто ничего не утверждает. Просто задаю вопросы. Вот просто задаю вопросы. Вот стоит колонна российских активистов, вот люди с российскими флагами, вот милиция, вот человек с камерой, который снимает для российского телевидения. Ну, и вот выходит. Куда стреляют? Это вообще не. Вниз стреляют по людям. Вниз по людям. Ну, да так же, как и на Майдане кто-то стрелял с крыши вниз по людям. Да я ничего не утверждаю, послушайте. Я просто вам говорю, в Одессе сожгли невинных людей в Доме профсоюзов. Просто так взяли и сожгли. Ну, нет, это не так. Вот здесь, Владимир, вот здесь, кто сказал, что это травмат? Нет, ну, травмат. Нет, смотрите, смотрите. Первые смерти на Майдане. Вот я делал большое расследование о первых трех смертях, да? Тогда все говорили, тогда еще при власти было Януковича, Форд 500 М. Знаете, да? Аппарат. Там же Пашинский выносил, да? Не Пашинский, Форд 500 М, которые имели на вооружении милиция еще украинская, да? И было три смерти, да? Вы слышали, Нигоян, Жизневский и Сенек, мне кажется, да? Да, это первые смерти на Майдане. Это еще, да, большого расстрела, да? И тогда по телеку все говорили, что это не расстреляли, что это не могла быть милиция. Это не могла быть милиция, потому что Форд 500 М стреляет только травматом. Что мы сделали? Если вам будет интересно, я вам привезу целый сюжет, который я сделал в 2014 году. Что мы сделали? Мы взяли Форд 500 М. Мы, я лично, как журналист, взяли боевые патроны, травмат. И стреляли на камеру с этого, что туда лезут все патроны. Понимаете, о чем я говорю? И мы доказали, что это все шло со стороны полиции, милиции еще тогдашней. То есть эту мысль старается вам донести также Владимир. Мы все это показали. Более того, этого никто не знает. Меня вызывали в генпрокуратуру украинскую, тогдашнюю еще, как свидетеля. Потому что я это сделал. И они сказали, расследование закончилось, ну то есть еще не закончилось, оно шло. Но они сказали, то, что ты показал в 2014, у нас все сошлось также с расследованием. Мы смотрели твой сюжет, мы смотрели и сопоставляли. То есть это все реально. Можно я скажу наперед, да, чтобы у вас было просто понимание. Я в конце даю это титрами, но тем не менее. Знаете, почему это расследование никогда не будет доведено до конца? Ну, какие версии? Потому что никому не нужно это. Это столбово. Но это очень просто. Потому что начинал бы с обоих сторон. Тоже принимается, безусловно. Организованно с двух сторон. Потому что начальник милиции Фучиджи, который стоял во всех этих колонах, уехал в Крым после 2014 года и стал российским чиновником. Ну, Аваков уже поехал, уже тоже с Крыма и стал турк начальник. Аваков уже поехал с Крыма и стал турк начальник. Аваков в Харьковске. Ну, мы можем было. Что, что, что? Кем? Ну, милиции. Да, ну, сейчас посмотрим до конца, и вы поймете, я думаю, почему. Тут просто столько вещей, и я немножко понимаю в этом. И я вам скажу, это тупо, это тупо нереально. Нельзя это вести до конца, действительно. Потому что это просто нереально. Ну, потому что это просто нереально. Потому что те, кто это делал, попытались сразу же стереть все следы. Забрать их с собой, уничтожить. Потому что начальник пожарной охраны, пожарка ехала 40-45 минут до Дома профсоюза. Это невозможно, я работал в МЧС. Но я знаю, как это работает, и я знаю, сколько взаимозаменяемых машин может быть. Максимум 15, ну, это вообще уже максимум. А начальник пожарной охраны тоже уехал в Россию после этого всего. Сбежал. Понимаете? Я ни на чем не настаиваю, просто факты. Ну, просто факты, и все. Как факт, что за российскими журналистами выходил человек с ружьем и стрелял. Скорая. О том, как это все начиналось. При этом скорая, как вы видите, помогает обеим сторонам этого конфликта. То есть нет никаких нацистов. Есть просто вооруженное столкновение, по крайней мере вооруженное огнестрельным оружием с одной стороны, между пророссийскими активистами и украинскими активистами. Вот, что происходит в Одессе. А вот и стрелки на крыше здания. Также их несложно идентифицировать как пророссийских активистов, соответствующая форма, повязки, каски. Да-да-да, это может быть все, что угодно. Но это снимают люди. Это просто случайные записи с телефона. То есть я собрал просто все, что было, понимаете? Я вам не пытаюсь показать что-то одно. Пуля непонятная, непонятная пуля. Но она есть. Мы ему обеспечили перидор и их сейчас госпитализировали. И еще один сейчас находится за щитом. Да ядрой, ты мемня! И как вы видите, украинские активисты пытаются сдержать своих побратимов, защищают пророссийского активиста от того, чтобы ему, ну как вы понимаете, не навалили. То есть не изверги и не нацисты, а люди, которые пытаются даже в такой обстановке при огнестрелах, даже понимая уже, что те по ним стреляют, контролировать ситуацию. Далее пророссийские активисты отступили в Дом профсоюза. Кстати, когда они баррикадировались, вы же должны понимать, что у них тоже с собой были и коктейли Молотова, и канистры с бензином и так далее. Примерно в 19.30 в Доме профсоюза вспыхивает пожар. А помните, что якобы милиционер стреляет в кого-то на крыше? Ну да, по-моему, фамилию у него Волков, да, или снизил. А знаешь, почему он стрелял? Ну я просто, да, я просто, я просто как, ну для информации чисто, я опять ничего не убеждаю, потому что на крыше, вы только что видели людей, которые там рассаживались, и они тоже, они стреляли как раз вот по толпе. И он открыл этот огонь не потому, что ему хотелось убить кого-то, а потому что ему надо было нейтрализовать огонь с крыш. Ну так, обращайте внимание просто. Да, это начинает цветная революция. В Доме профсоюзов вспыхивает пожар. Вот очаг возгорания сложно понять. То есть если в нижний этаж, да, справа... Сюда можно полететь с этой, коктейль Молотова. А раньше-то загорелось вот выше там, четвертый, пятый этаж. Сами себя подпалили. Ну, если мы берем, типа, все версии, да, а не концентрируемся на чем-то одном, то самоподжог, особенно для людей, которые имеют дело с горючими материалами, особенно без опыта, тоже это нередкая штука. О, пусть курят там, где еще не попало, да, где попало не надо. То есть тут про воспламенение тоже довольно сложная история, но... Видели, да, на крышах вот люди там? То есть с этого можно было его докинуть. Здесь сложно что-то сказать. Но в целом мы понимаем, что разгорелось очень быстро, потому что там большие помещения, там серьезные сквозняки, окна везде пооткрывали, разгорелось в считанные минуты. При этом нельзя не отметить, что... Да, действительно, люди начинают спрыгивать с окон. Да, действительно, это все большая трагедия. И мы не отрицаем, что это действительно было. Но я почему-то не нашел видео, о котором говорили, что якобы украинские активисты кого-то там добивали под окнами. Вместо этого нашел видео, где украинские активисты пытались помочь людям, которые спрыгивали с окон. И в том числе подтягивали наши активисты, подтягивали металлические леса для того, чтобы помочь спуститься другим людям. Вот если смотреть на эту ситуацию в целом, то мы понимаем, что это было за противостояние, мы понимаем, с чего оно началось. И вообще в тот день в результате вот этого пожара погибло 42 человека. Остальных удалось спасти. Более 200 получили ранения. 48 человек в общем погибло в тот день в Одессе. Где они такие щитки подбирали? Да ну тебе нахуй. Ну что, и что? Щитки-то и где они? О, где они, да не дают точно. Ну что, просто сожгли, согнали и умышленно сожгли невинных людей? В Дом профсоюзов. Подоплекание. А? Подоплекание. Ну и давайте, давайте пентертоны расследуйте. Как ты тут расследуешь? Была интересная реакция в каком-то ток-шоу, я не помню. Ну, шло в Украине ток-шоу в то время, да. И была интересная реакция людей на это. Вы не помните? Да. То есть люди, ну скажем так... Я канал завел в девятнадцатом году и начал изучать глобально все эти истории. Они очень хорошо отзывались о жертвах в Доме профсоюзов. Я не знаю, кого там согнали, но было в украинском сообществе тогда... Был Жириновский, который лет 15 уже расскажет о том, что Украину надо уничтожить по российскому каналу. Дальше что? Он не совсем адекватный человек был. Он как? Он не совсем что? Сказал бы не совсем, не то что неадекватный, он был эксцентричный человек. Да, но 30 процентов... Ну, не сказывался. Смотрите, 30 процентов россиян мне сказали, что им нравится Жириновский как политик. Жириновский был харизматичный, он был харизматичный политик, но высказывался. Ну, мы каждый раз, когда мы говорим, что кто-то где-то говорил, что кто-то где-то говорил, мы уходим в ненужную полемику. Потому что она не касается, знаете, вот фактажа того, что там у вас говорят, того, из-за чего происходит эта война. Понятно, что ее разжигали-то, это понятно? Понятно, что подбрасывали с одной стороны и с другой стороны, и с одной стороны подбрасывать могли тех, кто считался с той стороны самым главным патриотом. На самом же деле нет. Ну, то есть эту конспирологию можно тут вертеть и крутить, знаете, 48 часов и ничего не докрутимся. Я просто говорю вам о фактах. Почему-то Владимир Бадилан уехал в Крым и получил там чиновника, стал чиновником в Крыму. Фортануло. Да, опять фортануло. Почему-то Фучиджи, а Антон, я, наверное, может неправильно написал фамилию, через И, да, или через Е, из города Итурук, острова, тоже уехал в Россию и стал там себе спокойно жить. Почему это вдруг так? Ну, вот вопрос. И если бы им было что сказать об этом, то, наверное, они бы об этом поговорили, но они об этом не сказали ничего. То есть два основных человека, которые могли пролить свет на эту ситуацию, в том числе, почему пожарка так долго ехала? Если бы пожарка приехала бы, как она должна приехать, а там 5 минут от силы выставили быстренько трехколенки, выставили быстренько раздвижную лестницу, ну, я думаю, что количество жертв бы удалось сократить процентов, ну, хотя бы на 80. Потому что сами активисты успели собрать леса, поднести леса и начали спускаться все остальные люди, вы это видели? То есть никакие не нацисты. То есть никто не хотел, чтобы так это произошло. Но это так произошло. Ну, вам еще рассказывают. А кто баррикадировал в Россию? Те, кто туда забежал. Куликовцы, ну, куликовцы сидели. Так вы же слышали на этом видео. Это же было, типа, так называемый, вот это вот, куликовцы. На этом видео, после того, как застрелили украинский... Да, конечно. Конечно. Что здесь я вам нарезал, скажите? Что здесь? Что активисты выносят людей? Было? Было. Что лестницы ставят, чтобы спустить людей? Было? Было. Вадилан Фучидже убежал. Было? Было. Полиция защищала российских активистов. Были люди с российскими флагами. Камеры для российских каналов были. Стрелок за ними был? Был. Что резать? Не знаю. Почему бы не приняли меры никакие? Какие меры? Там, ну, апокалипсис перманентный происходил. Какие меры? Почему Фучидже убежал в Россию? Он должен был принимать меры. Он начальник милиции. Он меры должен был принимать. Есть же начальник отделения. Я так понимаю, глава Одесской, да? Да, да, да. Областной. Есть же начальники отделов. Вопрос без ответа. Каждый мог. Может. И один полицейский даже брал на себя ответственность, который стрелял стрелков на крышу. Я согласен. У вас всегда начальник. Но есть, кроме начальника, есть... Я не назначаю виновных. Я задаю всего лишь вопросы. Я согласен. Не, я с вами согласен. Хорошо. Я их много задал. Почему в случае Джей Россию? Я не знаю. Одесса, я не знаю. Должен начальник. Видите, подождите еще. В самом начале было сказано. Приехали люди... Давайте по одному. Но мы хотим записать это серьезное разговор. Приехали люди на футбол. Правильно? Да. Люди, получается, не местные. Были и местные, и не местные. Нет, подождите. Вот так ориентироваться на не местных. Из Харьков, да? Чужой человек, грубо сказать, в чужом городе. Он не мог так четко ориентироваться на крышах, на домах и на всем остальном. Значит, то бишь, это были местные украинцы. Логично? Да, скорее всего. Нет, там много приехало украинцев тогда. Да. Дело в том, что это местные были. Ну, это не было ни с Харькова, ни с Донбасса, грубо сказать. А были именно украинцы, это были одесситы. Ну да. Которые могли это все распалить и все так же и российской стране. И все так же с югайской стране. Это все могло быть. Так есть. А вы говорите, тот начальник плохой, тот начальник. Да, они гандоны. Честно сказать, гандоны. Я говорю не плохой или хороший. Я задаю вопрос, понимаете? Вопрос. Вот меня спрашивают, почему не расследовали. А я вот говорю, почему не расследовали. Спросите у Бадилана. Почему ехала пожарка 40-45 минут. Логично спросить у начальника охраны пожарной почему? Логично. Приезжает пожарка, а воды нема. Да нет. Такое бывает. Две машины приезжают. Одна становится на водоисточник для того, чтобы подать бесперебойную подачу воды. Она не без воды. Она ищет бесперебойную подачу воды. Потому что первая машина идет сразу же на спасение людей. Это по тактике пожарной, если вам интересно. Опять вот эти вот мифы. Блин. Ну, может быть какие-то дебилы ездят без воды. Я не знаю. Я 8 лет проработал, блин, ни разу. Начальника Карула посадили бы просто, если бы не было воды в машине. Просто посадили и все.